НИКТО НИГДЕ В МИРЕ НЕ ЭКОНОМИТ НА ПРОЕКТАХ Цель – получить качественный, экономичный проект. Причем экономичность не цену строительства все смотрят, а экономичность заключается в том, насколько долго и экономично будет эксплуатироваться здание. Вот где деньги расходуются, гигантские, когда здание уже 10 раз окуплено, а все растет в эксплуатации, переделываются фасады, коммуникации и так далее. Поэтому у нас этого подхода практически не существует. Всем лишь бы был недорогой проект. А еще опасность в том, что с дуру ты закажешь шамарин, а он будет делать архитектуру. Что это такое, никто не понимает, поэтому заказывать попроще. Очень часто через шабашки. Тебя попросят сделать конструкции, тебя попросят сделать планировочки, потому что ты маркетолог. Дизайнера попросят раскрасить фасады, а ко мне прибегут, как к лицензированному архитектору, входящему в национальный реестр специалистов, подписать. И дадут немножко денег. Это бесполезное занятие. Переживать на тему я бы сделал здесь по-другому. Уже сделано. Но это ответственность. Причем она не только юридическая. Она самое главное творческая. Вот вы представляете, у вас копятся чертежи, бригада людей заканчивает проект, и вы ставите последнюю подпись. Уже ничего сделать вы не можете. И вот эта последняя подпись, это, знаете, ночной пот и страхи, потому что вы уже шагнули туда, откуда нет воврата. Здание будет построено. В чем заключается проблема? Проблема в том, что городосвязательный кодекс фактически лишил авторства архитектора. По той простой причине, что исключил, как обязательно исправил, заключение договоров надзора. Таким образом, мой проект, попадая к вам, как к застройщику или девелоперу, начинает исчезать, преобразовываться. У меня нет основания кричать. Я могу, конечно, но это довольно бесполезное занятие. И вот это приводит к тому, что у нас очень мало авторской архитектуры. Почти в каждом здании найдется что-то, что заставляет поморщиться, потому что это не ты сделал, а строитель, подрядчик, девелопер, заказчик изменил. Кто-то посоветовал и так далее. Кто-то посоветовал и так далее.